Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Плюс 38 больных ковидом за прошедшие выходные и еще один летальный исход. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Продолжается ремонт дороги на Ринмар-поселок Искателей. На участке протяженностью более 7 километров уже проделан достаточно большой объем работ. В Красном полным ходом идет обновление культурных объектов. Там в сентябре появится первая модельная библиотека. Об этом и не только в нашем выпуске. За минувшие выходные в Ненецком округе зарегистрировано 38 случаев заболевания ковид-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1602 подтвержденных случая заболевания ковид-19. Выздоровели с начала пандемии 1479 человек. 85 из них за прошедшие выходные. В регионе зарегистрировано 12 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом ковид-19 находятся 353 человека. Из них стационарное лечение получают 74 человека, амбулаторное – 279. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с ковид-19, можно на региональную горячую линию по короткому номеру 122. Сегодня в Ненецкой тундре отмечается главный праздник кочевников – День оленя. Многие хозяйства в этом году отказались от торжественной части из-за сложной эпидемиологической обстановки. Вопреки коронавирусной инфекции, праздник проходит в СПК «Рассвет севера». Туда отправилась представительная делегация вместе с главой региона. Как сообщил Юрий Бездудный в своем телеграм-канале, все участники поездки вакцинированы от коронавируса. Кроме того, перед вылетом сдали ПЦР-тесты. После праздничной программы губернатор провел рабочее совещание с руководством и членами СПК. Что касается других хозяйств, 4 августа День оленя отметят в СПК «Восход». 5-6 августа в Ненецкой общине Канин. 7 августа на Колгуеве. Напомним, День оленя для кочевого населения – главный праздник. Этакий Новый год, когда оленеводы подводят итоги, выявляют сильнейших в национальных состязаниях. Это прыжки через нарты, метание тензиена, хореек, бег по пересеченной местности, тройной национальный прыжок. На сегодняшний день в Ненецком округе 27 оленеводческих хозяйств. Поголовье оленей – более 170 тысяч. В отрасли трудится 970 человек. Продолжается ремонт на главной автомобильной дороге, которая связывает Наринмар с поселком Искателей. На участке протяженностью более 7 километров уже проделан достаточно большой объем работ. Тему продолжит Василий Хатанзейский. Контракт на реконструкцию дороги, которая соединяет город Наринмар и рабочий поселок Искателей, был заключен в 2019 году. В прошлом ремонтном сезоне дорожники бросили силы на приведение в порядок дорожного полотна. А уже в 2021 году активно начали благоустройство прилегающей территории. Заканчивают собой устройства ливневые канализации. Осталось закопать несколько септиков, сливных ям, куда будет все стекаться. Соответственно, примыкание в съезды дорожного полотна в моменте окончания проездов между плиткой будут полностью заасфальтированы. По словам заказчика, за два года удалось проделать большой объем работы. Были установлены заборы вдоль дороги. Обустроены участки для остановки автомобилей. Проделана реконструкция тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Проектом предполагалось создание еще велодорожек. Так, соответственно, подрядчик услышал наше пожелание и сделал такую символическую разделительную линию, которая показывает, визуально отделяет за счет цвета ту зону, по которой может ходить пешеход, и ту зону, где предполагается движение велосипедистов. Несмотря на то, что работа еще не закончена, жители региона положительно отзываются о уже благоустроенных участках дороги. Очень отрадно, что взялись за тротуары. Что плохого-то? Чтобы люди могли спокойно ходить, велосипедисты спокойно ездить. В общем-то, и красиво, и удобно. В целом, хочется выразить большую благодарность за вот эту модернизацию дорог, которая у нас происходит последние два года. Особенно в части обустройства тротуаров по дороге из Наринмара в поселок Искатели. Я, как велосипедист, хочу сказать, что действительно удобно очень сейчас. Мне приходится ехать рядом с машинами по дороге. Есть оборудованные специальные места, где можно комфортно ездить на велосипеде. Работы ведутся в плановом режиме, и уже с 1 октября этого года пешеходы и автомобилисты смогут передвигаться по комфортной, а главное – безопасной дороге. Василий Хатанзийский, Антон Бодряков, Телеканал Север. В Красном этой осенью откроется первая в Ненецком округе модельная библиотека. Это не просто книгохранилище и читальный зал, а современный арт-холл для презентаций и мультимедийная каворкинг-зона для работы, общения и обучения. Александра Литкова продолжит. В одноэтажном здании рядом с сельской школой кипит работа. Капитальный ремонт помещений – одно из условий для получения гранта на оборудование модельной библиотеки. Ее создание реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда», в рамках национального проекта «Культура». Буквально на прошлой неделе у нас вышел подрядчик по модельной библиотеке и сразу же с подрядчиком мы встретились, хотели посмотреть, как уже начались работы. Для того, чтобы, так сказать, в Красном появилось такое новое место протяжения, это будет место, в котором будут собираться и молодежь, и старшее поколение. Это новый формат библиотеки, который в регионе у нас только появляется. Выиграли мы средства в рамках национального проекта «Культура». Сдать объект подрядчик должен не позднее 20 сентября. За полтора месяца необходимо заменить электрику, отопление, водопровод, провести работы по благоустройству. Планируем заказать материал на следующей неделе. Ориентировочно ждем доставку через неделю, чтобы приступить уже к отделочным работам. Будут производиться работы по утеплению полов, утеплению крыши, металлосайдинг, замена оконных блоков, внутренняя отделка и отделка полов. Меньше месяца осталось до открытия творческих сезонов в учреждениях культуры. К этому времени в Красном планируют завершить капитальный ремонт Дома культуры. Объект обещают сдать в срок, к первому сентября. Сейчас в здании идет подготовка поверхностей к отделочным работам. У нас идут гипсокартонные работы, шпатлевание стен, выравнивание полов. А потом уже чисто остается у нас поклеить обои, покрасить, постелить уже ламинат на полы или нулю. Где-то, наверное, в середине месяца, может, чуть раньше, ожидаем машину со всеми отделочными материалами. Также к первому сентября планируется завершить ремонт и в Доме культуры села Ома. Подрядчик на обоих объектах – компания СМП-83. Они же строят новое здание Дома культуры в поселке Харута. Сегодня уже воздвигают они стены. И мы надеемся, что в этом году это здание тоже будет построено. Это будет пилотный проект. Тоже земельный участок у нас получен уже предпринимателем Курленко в Усть-Каре. Здание ДК там имеет практически стопроцентный износ. Поэтому надеемся, что на следующий год такое здание у нас появится в Усть-Каре. Многие учреждения культуры в населенных пунктах округа были построены в 80-х годах прошлого века, а некоторые и раньше. Плановые ремонты в них проводятся в рамках национального проекта «Культура». Софинансирование распределено следующим образом. 62% – федеральные средства, 38% – региональные. За счет собственных средств нам будет не справиться с этой задачей. И очень важно, что у нас есть федеральные средства. На следующий год это федеральные средства, на эти федеральные средства будут отремонтированы в ДК Коткино. Ну и эта работа будет продолжена для того, чтобы мы смогли это все сделать. Необходимо на самом деле дополнительно не только средства округа. Наталья Кордакова также добавила, что в этом году планируется разработка программы «Комплексного развития сельских территорий». В ней будут предусмотрены капитальный ремонт строительства домов культуры и других социальных объектов в населенных пунктах округа. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Юные норинмарцы приняли участие в акции «Мои здоровые выходные». Ее ежегодно организует администрация города. О том, чем занимались ребята, расскажет Катрина Тайбарей. Акция «Мои здоровые выходные» – отличная возможность провести выходные с пользой и увлекательно. Кирилла Вокуева, например, смена обстановки и деятельности заряжает энергией. Мы занимаемся гимнастикой, аэробикой, прыгаем на батутах, тренируемся делать всякие трюки, движения. Сегодня день более активный, чем вчера. Вчера мы делали всякие прикольные штучки из материалов подручных. Очень хорошая идея. Побольше бы таких мероприятий. В обычной жизни ребятам не всегда удается попробовать себя в различных направлениях спорта и досуга. Такой формат ежегодной акции сразу полюбился и маленьким горожанам. Суть в том, чтобы ребята могли для себя выбрать, что им интересно. Может быть, мы покажем им такие направления в спорте или в декоративно-прикладном творчестве, которыми они никогда не занялись бы сами. А здесь у них есть возможность с этим познакомиться. Так ребят научили самостоятельно шить броши из ткани и медальоны из меха. Новое занятие пришлось по душе даже мальчикам. Организаторы отмечают, что проведение таких мероприятий весьма полезно. Ведь с приходом новых технологий все меньше внимания уделяется прикладным навыкам. Там присутствует много мальчиков. Научились первый раз держать нитку с иголкой. Узнали, что такое набойка. То есть прошли несколько, можно сказать, мастер-классов в одном. А следующий мастер-класс у них будет кулон. Кулон из меха. То есть они научатся вырезать мех, его обрабатывать. На следующий день ребята покорили гравитацию, освоив батутный спорт. Узнали, что прыгая можно не просто весело проводить время, но и полноценно прокачивать тело, тренировать выносливость, вестибулярный аппарат и ловкость. Мы изучаем такую разновидность гимнастики, как батутный фристайл. У ребят сейчас занимаются именно на базовую часть. То есть мы начинаем просто ознакомиться с прыжками. То есть это базовое приземление, базовые прыжки, контроль тела и работа над спианным аппаратом. У ребят проходят здоровые дни и сегодня у них такая вариация. Счастливчиками в этом году стали дети, работающие на предприятиях и те, кому не удалось выехать в лагерь. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Антон Водеряков, Телеканал Север. Безудержная энергия и фонтанирующие идеи. Все это присутствует в любимых увлечениях молодого поколения. О самых популярных расскажем в следующем сюжете. Некоторые считают, что в Нейнском округе замороженная молодежь. Но это совершенно не так. За любимым занятием их глаза горят. Регион развивается и молодежные объединения различных направлений набирают новые обороты. Наши первые герои, участники спортивного направления стрит-воркаут, уверены, что ЗОЖ – это модно. Группа единомышленников решила посвятить свое свободное время спорту. Уличные спортсмены подняли свое хобби на новый уровень. Молодые люди организовали объединение воркаутеров. И 29 октября 2020 года официально зарегистрировали организацию. Сейчас в ее рядах впечатляющее количество участников. Паркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса. Свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику. Физическая подготовка молодых людей впечатляет. На уличных снарядах спортсмены выполняют трюки различного уровня сложности, прокачивая силу, ловкость и выносливость. Отметим, что зимой занятия не приостанавливаются. На лжероллерной трассе у спортсменов есть оборудованный зал. У нас есть зал, специальный воркаут. Есть недавно совсем создалась федерация воркаута зимой. У них есть собственный зал, они занимаются там. Есть спортивная площадка специальная, есть гимнастические турники. Все необходимые инвентарь – это все тоже у них присутствует. То есть, если кто-то хочет, желает участвовать, заниматься воркаутом, все условия для этого в настоящий момент созданы. Еще один популярный вид спорта у молодежи – катание на скейтбордах, самокатах и BMX. В юбилейном парке в столице округа есть оборудованная площадка для развития этого направления. Александр Иванов – представитель BMX. Занимается этим видом спорта с 15 лет. О данном направлении узнал из интернета. Учился трупом с помощью видеороликов. Лучше кататься, заниматься спортом, чем вредными привычками, всем таким. То, что катание на скейтбордах, самокатах и BMX считается экстремальным видом спорта, только больше привлекает ребят. У нас в парке все экстремальное. Страшно кататься, конечно. Все страшно. Не бывает ничего не страшного. Приходил там с синяками, то это сломал, то это сломал. Там кровь была, синяки. Ян Спыченков – молодой спортсмен. Выбрал для себя кикскутеринг, катание на самокате. И, несмотря на столь юный возраст, уже стал победителем в соревнованиях-райдерах в категории скейтбординга, которые прошли в Наринмаре в рамках Дня молодежи. Я участвовал, первое место занял. В самокате выиграл 10 тысяч, первое место. Родители меня поддерживают в моем увлечении. Спорт с недавних пор вышел и на компьютерный уровень. Министерство спорта Российской Федерации 3 июня 2016 года издало приказ, согласно которому киберспорт официально включен во Всероссийский реестр видов спорта. А это значит, что в самом ближайшем будущем соревнования по киберспорту будут проходить под эгидой Министерства спорта. А их участники смогут по итогам состязаний получить звание Мастер спорта России, заслуженный Мастер спорта России и Мастер спорта международного класса. Проведение турниров – это один из ключевых моментов. То есть определить, кто все-таки лучше. В спорте что важно? Определить, выявить лучшего. Лучшую команду, лучшего игрока и так далее. В киберспорте то же самое. То есть компьютерные дисциплины, они подразумевают, что есть какие-то соревновательные этапы, которые нужно проходить, чтобы выявить лучшего. Андрей Канев увлекается компьютерными играми с 6 лет, еще со времен приставок Дэнди. После появились первые компьютеры на старой операционной системе. А в настоящее время играет уже на высококачественных компьютерах. Интерес появляться стал связанный с трудностями запуска некоторых каких-то игр. То есть тогда не было интернета, помощи негде было найти. С тех времен прошло много лет, а интерес к компьютерам не угасает. Андрей Канев собирает компьютеры для себя сам. Киберспорт стал активно развиваться относительно недавно. В Ненецком округе он стал набирать обороты около двух лет назад. Все потихоньку мы стали выходить на мир, играть, то есть наши команды с СНГ. Андрей отмечает особые плюсы киберспорта. Каждый, наверное, может реализовать себя в нем. То есть и люди с ограниченными возможностями, то есть любой, абсолютно любой. Я много раз видел, как люди ногами не хуже играют. Дети, взрослые, то есть абсолютно, то есть леди в возрасте могут себя найти в игровой сфере. Но в любой деятельности есть как плюсы, так и минусы. В киберспорте особенно важно соблюдать меру. И чтобы прийти к успеху, нужно отказаться от всего, то есть на это очень много времени положить, чтобы достичь каких-то высот. И вот этот риск, он бывает неоправдан, то есть можно ничего за это не получить. В Наринмаре для киберспортсменов открыты специальные клубы, в которых возможно развивать свои навыки, соревноваться и просто весело проводить время с друзьями. Современная компьютерная графика, она вышла на новый уровень, и чтобы ее реализовывать, необходимо, чтобы технологический прогресс в этом направлении, он очень сильно развивался. То есть появился спрос на компьютерные клубы, где можно прийти, поиграть на очень мощном железе, на современной периферии и получить удовольствие веселье от игры. Помимо уличного и компьютерного спорта, в Ниндском округе развивается и творческая индустрия. Талантливые художники активно украшают улицы города оригинальными рисунками. Игорь Чуклинз еще с раннего детства любил рисовать. На протяжении жизни не бросал увлечения, развивался, узнавал новые направления. В настоящее время занимается преимущественно уличным стилем граффити. Меня это как-то зацепило, вообще в целом писать именно шрифты, свое какое-то выдуманное имя. Как и любое творчество, граффити – это способ самовыражения, возможность заявить о себе и реализовать свои способности. Меня это больше привлекает тем, что стиль, в котором я рисую, он называется wild, то бишь дикий. Лично для меня именно через этот стиль, через его хитросплетение букв, элементов и прочее, можно выразить определенные эмоции, допустим. Либо же что-то сказать, выплеснуть эмоции. С компанией друзей Игорь развивается в уличном творчестве. Ребята реализуют свои идеи и делают наш город красичнее и современнее. Катрина Тайбарей, Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok